Мясо есть, а вот можно ли его есть? Ветеринары проверили качество продукции на одном из столичных рынков. Мошенничество и подделка документов. В Махачкале после прокурорских проверок вскрылись факты незаконной продажи земель. Золото из Италии. Наши спортсмены привезли на родину более 20 медалей с чемпионата мира по ММА и греклингу. Безопасна ли мясная продукция на рынках Махачкалы? Отвечает ли требованиям качество то, что мы покупаем и потребляем в пищу? О результатах рейда сотрудников столичного управления торговли и инспекторов городской ветеринарной службы узнаем у Батимат Ханаповой. Вот посмотрите какой жир. Этот жир должен быть бело-розовый. А его уже, наверное, раз в 15 оттаяли, заморозили, опять оттаяли, заморозили. Оно имеет серо-желтый, оно кислое. Это просто утилизация, это не реализация. Оно пригодно только для утилизации. Мясной павильон на рынке номер 7 народит сумадинские торговли. Кипит, покупателей здесь немало. Все бы хорошо, вот только качество продукции попадает под сомнение. Подтвердить происхождение, а главное, безопасность товара смогли далеко не все. А входной документ ветеринарный дайте, пожалуйста, на реализацию молочной продукции. У меня ничего нет. А как вы так реализуете? У меня тетя в больнице, я ей помогаю. Ну а при чем здесь тетя в больнице, если люди, купив этот продукт, тоже будут в больнице? В больнице тетя ведет, к ней подойдите. Вот все вопросы. Тогда закройте точку, не реализуйте. Не закройте. Вот здесь разговор. Большая часть продукции на рынке не имеет сопроводительных документов. Также производители и продавцы не зарегистрированы в системе «Меркурий», которая позволяет следить за ходом реализации товара со дня его производства до прилавка. Ветеринарно-сопроводительный документ есть какой-нибудь? Все документы есть. У вас здесь есть в наличии? Нет. Вы можете сейчас предоставить? Хозяина, все документы. А у хозяина чего-то будет таскать эти документы? Хозяина не должно быть. Я не знаю даже. При реализации у вас должен сопроводительный документ быть в реализации. Ровно неделю назад или 10 дней мы были у вас. Мы просили всех зарегистрироваться в ФГС «Меркурий», чтобы все мясо, вся мясная продукция проходила через него. Где у вас? У вас как было? От чего мы ушли? Мы опять к тому пришли. Мы опять все видим. По каждому из выявленных случаев составлены протоколы об административном правонарушении. Информация будет передана в Росельхознадзор и Роспотребнадзор республики. Здесь это катастрофа. Здесь нет ни одного сопроводительного документа. Мясо реализуется без клейма. Мясо не проходит вецанэкспертизу. И это чревато. Так как вы видели, у нас была и вспышка сибирской язвы. Не говоря о бурцеллезе, лейкозе, которое есть. Также вся молочная продукция. Рейды на безопасность мясной продукции пройдут и в других торговых точках столицы. Проверки проходят по поручению мэра Махачкалы. Патимат Ханапова, Мурат Бекбарзов, Новости ННТ, Махачкала. В Тагестане выявлено более 40 нарушений в сфере добычи рыбных ресурсов. Такие данные озвучили в Управлении западнокаспийского Росрыболовства. Общая сумма наложенных штрафов составила около 80 тысяч рублей. При этом в ведомстве напомнили, что с ноября существенно ужесточилось наказание за браконьерство и нанесение вреда водным биоресурсам. На один год увеличен максимальный срок принудительных работ и лишения свободы за преступления в этой сфере. Теперь максимальное наказание может достичь срока до 6 лет. Дагестанский проект 100 школ занял второе место в компетенции социальное благополучие в рамках конкурса лучших социально-экономических практик России. Всего на оценку общественности было представлено 380 проектов со всех регионов России. Отметим, что целью программы является проведение капремонта в школах региона. В этом году в его рамках запланирован ремонт более 200 общеобразовательных учреждений. Подозреваемый в убийстве махачкалинец задержан полицейскими. Напомним, накануне в продуктовом магазине по улице Сулеймана Стальского был убит 32-летний мужчина. Оперативники установили, что преступление в ходе личного конфликта совершил 24-летний Гасан Мирзагусейнов. В ходе первых допросов он признался, что смертельные ранения нанес по неосторожности. Собранный материал передан в Следственный комитет для принятия процессуального решения. Поставщик пришел к нам в магазин и начал с отца требовать деньги. Отец ему сказал, что денег нет за товар, как будет, я отдам. Он начал возмущаться с моим отцом, что всегда нет денег. Постоянно говорит, что просто так сюда прихожу. Мой отец тоже возмущался. Он начал обзываться нецивилизованными словами с моим отцом. Моего отца тоже, мой отец уже возмущался, он как взрослый человек. И они начали толкаться. Это я услышал, что там уже идет столкновение, что до драки не дошло. Я в этот момент выбежал, чтобы как-то угомонить этот конфликт. Я когда подошел к нему, начал, хотел вывести его на улицу, он мне прошел в ноги сразу. Я после операции не смог физически сопротивляться, потому что мне стало больно в колене. Я начал, когда я начал падать, я схватился за нож, который лежал на прилавке. То, что попало под руку, я начал бить его слегка по спине, чтобы он успокоился. Я как-то успокоил, и не ожидал, что так вот получится его ударить сильно. В Махачкале после прокурорских рейдов скрылись факты незаконной продажи земель. Так, в одном из микрорайонов города кислородная станция злоумышленники на основании фальшивого документа получили участок площадью 450 квадратных метров. Также выяснилось, что здесь ведется незаконное строительство девятиэтажного дома. Похожие случаи выявлены по улице Гагарина и в районе Восточного рынка. Назорное ведомство потребовало возврата земли в собственность муниципалитета, а по материалам проверки возбуждены уголовные дела по статьям мошенничества и подделка документов. В то же время Дагестан в числе регионов России с высокими темпами ввода жилья. По данным Дакстата, количество введенного в эксплуатацию жилья в республике с начала года составило более 500 тысяч квадратных метров, что на 12% больше, чем за аналогичный период прошлого года. В том числе индивидуальные застройщики возвели более 322 тысяч квадратных метров жилья. А стоимость построенного жилья в Дагестане составила 180 миллиардов рублей, что на 5% выше, чем в прошлом году. С 1 июля 2020 года по всей стране введут налог на самозанятых. Об этом сообщает ряд федеральных СМИ. Такое предложение выдвинул Минфин России. Под самозанятыми подразумеваются лица, которые работают, не имея официального работодателя. К примеру, репетиторы, няни, дизайнеры, таксисты и другие категории. Власти намереваются вывести таких людей из тени. Закон предполагает, что предприниматели с доходом не более 200 тысяч рублей в месяц отчисляют 4% от дохода, если человек работает с другими гражданами, и 6% при работе с компаниями. И о спорте. Дагестанские спортсмены в составе сборной России выступили на комплексном чемпионате мира, который прошел в городе Тоскана. Наши бойцы выступили в двух дисциплинах по правилам ММА и грэплинга. Подробнее в материале моего коллеги Камиля Девятова. Победители международных соревнований встречали родные и близкие в столичном аэропорту Уйтаж. Ребята из Италии привезли более 20 медалей. Чемпионат мира проходит ежегодно. И каждый год наши спортсмены занимают лидирующие позиции, как в ММА, так и в грэплинге. Участников было около 500. 500 участников было. С разных стран. Наши ребята выиграли из 9 участников, из 9 наших ребят выиграло 6 золота. Для спортсменов, прошедших чемпионат мира в Италии, в первую очередь это опыт. Ребята ощутили эмоции выступления на большой арене. Закалили тело и дух в поединках. На тренировках отрабатываем, на соревнованиях делаем. Соперин тоже чуть хороший был. Оправдал то, что я ходил к Бадеи Гасановичу. Ну, я тоже подвести семью близких не хотел. Пришлось выиграть. Провели три боя в финале с соперником с Польшей. Около за 40 секунд завершил бой досрочно нокаутом. Сейчас спортсменов ждет отдых. После чего они снова вернутся в зал и приступят к тренировкам. Впереди их ждет еще много побед. Камиль Девятов, Дауд Гасанов, телеканал ННТ, Махачкала. Таковы новости к этому часу. Всего доброго и до встречи. Редактор субтитров А.Семкин